Ночью большой шум. Я просто занимаюсь средствами измерений и знаю, если вызвать соответствующую организацию, независимую, экспертную, уровень шума допустимый будет превышен. Несколько раз, потому что вы те знают. А можно ли все публично сказать об этом, чтобы все знали про этот инструмент? Шумомер. Нет. А как должны правильно замеры сделать? И какие службы имеют право это делать? Ну, соответственно, это Ростестовские какие-то подразделения, которые имеют аккредитацию на проведение данных измерений. Пожалуйста, шумомер. Давайте я вас проинструктирую на всякий случай, потому что я вижу, что вы до конца все-таки не знаете эту поездку. По поводу применения приборов вы правильно говорите. А то, что касается Роспотребнадзора, пишите заявление, никуда ходить не надо, они выезжают с шумометом или с другим каким-то приспособлением и делают замеры. Я вас тут всех инструктирую, что если в случае у вас возникают аналогичные вопросы по шумам... Я не буду спорить с этим. Я, наоборот, всех проинструктировал, как нужно действовать в этой ситуации. То, что вот люди, которые приезжают в город ТЦ, они паркуются на наших участках, и после этого, да, жителям невозможно припарковаться. Из этого получается то, что эвакуаторы здесь работают ночью и днем у нас. Поэтому дома не очень у нас здесь комфортные, честно говоря. Слушайте, ваш сын стоит? Нет, нет. Нет, похоже. Мой сын сейчас оперирует. Ну ладно, извините, я просто похоже смотрю, что тоже молодой человек, мы сегодня в школе с ним встречались. Возвращаясь, значит, к этому разговору, то, что вы говорите. Ну, понятно, что проблема, она довольно-таки длительная. Строили ТЦ-город, если я не ошибаюсь, по-моему, 7 или 8 лет назад и водили его в эксплуатацию. Больше, да? Ну... Три года, два. Три года назад? Да нет, тогда не ТЦ-город. У нас два года назад рядом с ТЦ-городом только началось строительство площадки. Просто время так быстро бежит, что вы этого не замечаете. Он введен, я уже три года здесь работаю, а он введен далеко был до меня. Именно о том я и говорю. Теперь то, что касается шумов. Я вас проинструктировал, как действовать. У каждого свое отношение по шумам. В законе Московской области четко прописано время, когда можно проводить какие работы, какие действия и кто применяет меры по отношению к тому, что если кто-то нарушает закон о тишине. Теперь то, что касается площадки. Рядом строится, вы знаете... Еще одна беда. Да, совершенно верно. Рядом строится площадка, торговый центр. В нем будет спортивный объект, в том числе и бассейн будет. Многие люди говорят, что это хорошо, другие говорят, что это плохо, но тем не менее. Земельный участок был предоставлен тоже лет 7 или 8 назад. Собственник этого земельного участка провел законное отчуждение, продал этот земельный участок. Подрядчик или тот, кто хозяин, согласовал с нами действия, рассказал о том, что будет в этом здании. Я вам это подтвердил. Дальше теперь они выполняют данное мероприятие. У меня с ним договоренности, что они выполнят строительство парковочных мест, которыми вы все можете в том числе пользоваться. Теперь я вас еще информирую дополнительно. Проблема в городе по центральному микрорайону тоже сложилась очень давно, что недостаточно парковочных мест. Так вот, я вас прошу, как только мы заходим куда-то в микрорайон или директора управляющих компаний, начинают к вам выходить, давайте создадим новые пространства для того, чтобы сделать парковочные места для автотранспорта. Некоторые люди встают прямо, как говорится, всей грудью. Говорят, нет, нам этого не надо и так далее. Поэтому я вас прошу, вы в этом направлении активно поработайте. У нас существует фонд, там есть средства, внебюджетный источник, которые мы готовы направить именно на эти действия. Но в случае того, что если вы с этим согласитесь, не именно вот этот дом, например, а там все дома подряд, и управляющие компании готовы с вами встретиться на эту тему и обсудить. Так, я вот, сейчас, секунду, предоставляю вот последнее слово мужчине, вот, да, Билу, мы заканчиваем встречу, потому что очень неудобно, я вообще никого не вижу, темно, это небезопасно. Белованский Михаил, я житель 80-й корпус 1, 83-я квартира. У меня вопрос касается ТСЖ Новый бульвар 21 и 23, которые перекрыли три проезда между вот этой улицей и вот этой. Одностороннее движение? Вы про это говорите? Нет, это не одностороннее движение. Я не могу ненормально въехать, ненормально выехать, из-за того, что три пролета закрыты ими. Они огородили территорию. Молодцы, классно. А, вы имеете в виду, говорите, им шлагбаумы поставили, да? Шлагбаумы поставили, проехать не могу. Ну, то есть мы можем просить всех, чтобы именно вот так, чтобы досконально понимать, чтобы нам не гадать, что произошло там.